Привет, мы группа Веранда. Нашлись мы все на одной земле, Кировоградщины, земля самого лучшего чернозема в мире. Все вместе там бегали по дворам, присмотрелись, поженились, присматривались друг к другу, потом оказались в одной лодке, в одном карьере. И у нас уже не оставалось никакого выбора, чтобы выбраться оттуда можно было только издавая звуки, совместные. Начинали, да вот просто как-то я пришел на репетицию, а люди играли музыку, питерскую. Ну а почему вы оказались в Киеве, а не в Питере? Ридно-Мова, потом будет. Мы вообще должны были оказаться, скорее всего, где-то в Карпатах, наверное. Но репертуар уже такой перемешанный, в общем. То есть, если раньше были какие-то концептуальные, наверное, штуки, слои, то сейчас они уже все настолько перемешаны, что какого-то предпочтения трудно сказать. Сколько лет вы вообще вместе? Ну, уже седьмой. Вы имеете первый опыт акустического варианта исполнения вашей программы? Мы до этого целый год играли только акустический вариант. До этого мы играли электрический вариант. Как вы думаете, ваши песни, которые звучат в акустике, они отличаются от того, что вы исполняете их в электричестве? Ну да, когда появилась у нас скрипка, получилось, что соло-гитара немножечко поделилась временем. Что-то начала играть скрипка больше, чем соло-гитара моя. Поэтому пришлось думать уже по-другому. Соответственно, я и считаю, что акустика наша отличается от нашего электричества. Не, ну то, что Аленка, она как бы женское начало. То есть гитара поступилась в скрипке. В общем, и она привнесла, тем более она единственный музыкант среди нас, как бы. С большой буквы. С большой буквы. Она у нас великий человек в династии скрипачей. И уж если возьмет высоту, так держит. А где она учится? На Львивщине. Два слова о вашем названии. Почему веранда? Объясните мне, пожалуйста, откуда это слово взялось? Такое романтическое. И почему оно не переводится ни на один язык? Оно получилось вообще... Оно просто как бы свалилось на голову, но не случайно. То есть когда-то мы назывались Врин-да-ван. Знакомые, да? Раньше, да? Вот. Да, как бы. Ну, как бы оно очень серьезное. Мы подумали, что, может быть, мы не имеем права нести у себя на плечах такого рода мешки. Вот. А так как в свое время у нас был придуман такая буква, буква В, Моя эмблема, да, как бы. Эмблема. Такая огромная, трехметровая. Стало жалко ее. Кстати, классно получилось, да. Вот. И уже захотелось, чтобы новое название тоже было на букву В. Там была перебрана масса всяких названий. Они как-то сыпались, приходили. Вот. А потом вдруг осыпалась веранда и такое звучание. То есть, именно просто, просто как слово, как звучание. Совершенно не вкладывая туда никакого особого смысла. То есть, просто вибрация такая. Веранда. То есть, это никак не переводится, это слово? Не, ну, да. То есть, прочувствовать можно его, безусловно. Видимо, как-то. Каждый по-своему и чувствует. Ну, это ничего не связано с настоящей верандой. Как часто вы находитесь в студии? Или у вас пока нет записи? Хотелось бы почаще там оказываться. Потому что мы все больше ведем жизнь кротов. Которые иногда выходят на поверхность. Слепыми глазами посмотрели вокруг. И назад. По норам. Ну, какие-то у вас записи там, компакты, кассеты существуют? Компактов нет, кассет нет. Любительские какие-то вещи там, концертные какие-то записи существуют. Но у нас их нет. Кто-то вам заинтересовался в Киеве, как продюсер? Не знаю, наверное, для того, чтобы были предложения, нужно предлагать. Предлагать, да, просить. Не, ну, надо, видимо, и себя подавать каким-то образом. То есть, чаще выступать. Как вы выступаете? Как часто вы выступаете на концертах? Очень мало. В данный момент очень мало выступаем. То есть, хочется больше выступать, потому как... Ну, как вам менталитет Киева отличается от вашей родины? Или, может быть, вас что-то здесь не устраивает, в большом городе? Как музыкантов, я имею в виду, и как людей? Не, ну, город, это город, как бы... Он отличается от не города. От простой степени. Нет, от вашей родины, я имею в виду. От нашей родины, да. Но у нас же не город, у нас там... Не город, не село, в общем, такое. Вот поэтому, может быть, ваша музыка ближе к земле, потому что я чувствовал, что у вас есть фолковые какие-то мотивы. Вы чувствуете это, что у вас есть фолк? Есть у нас внутри постоянно этот фолк. Когда просыпаешься в жаре, в жаре, и чувствуешь фолк. А потом включаешь электричество, и чувствуешь гранж. А потом опять фолк и синтез. Включаешь электричество, и слышится биение железных чубит, паровозов, электровозов. Ну, просто как бы... Мы же дети железной дороги, в принципе. Когда-то у нас вырубили электричество, что это, в принципе, редко на железной дороге случается. И было так тихо, темно, так непривычно. Все ушло в небытие. Так не хватало этих поездов, звуков, вагонов, кричащих этих вот рупоров, громкоговорителей. Так что... Это тоже фольклор? Современный. Современный, да. Индастриал. Да, индастриал. А, ну, значит, вы живете контрастами. То есть вам иногда хочется тишины. То есть вы уходите в фолк-мюзик, да? А когда вам хочется грохота, вы в железо. Да, когда хочется пошептаться. А хочется иногда покричать. Подерпиться. Так вот, громогласно. Я вообще ничего не понимаю и вообще не разбираюсь ни в какой музыке. Ну, правильно. То есть, чтобы создавать свою оригинальную музыку, может быть, как раз современная музыка тебя и не должна интересовать, да? Ты это имеешь в виду? Не, она меня интересует. Почему? Если не интересует, так это просто скучно как-то. Сколько классных музык интересных всяких. Сколько разных птичек интересных. Цветов, оттенков. Это же все по-своему, как бы, в тебя, на тебя влияет и вливается в тебя какой-то там струей. То ли акустической уже, то ли электрической. Ну, какие только... Так.